За время купаний происшествие не зафиксировано. Сегодня отмечается один из важных православных праздников – Крещение Господне. В этот день вся вода считается особенной, а люди стараются набрать святой воды в церкви, а также совершить купание в специальных купелях. Как все проходило в Карганде, видела Ирина Вобещевич. Как настроение, как состояние? Да, настроение супер. Водитель хорошее. В первый раз окунаетесь? Нет, нет. Каждый год? Второй год. Что вас к этому толкает? Для чего вы это делаете? Здоровье, здоровье. Карагандинцы сегодня по доброй, ставшей многонациональной традицией, окунались в прорубь на Федоровском водохранилище. Говорят, от такого закаливания здоровье прибавляется на целый год. Состояние отлично, наоборот, тепло. Это очень полезно. Я каждый день обливаюсь холодной водой. Это очень полезно, потому что улучшает кровообращение. Несмотря на то, что мороз ослаб, тем не менее, стоять даже в одежде было холодно. А крещенские моржи отмечали прилив тепла и бодрости. Желаю всем счастья, здоровья в этот крещенский день. Бог вас любит, что все были благополучны, счастливы и здоровы. Мира всему. Организация мероприятия была на высоком уровне. Дежурить все службы начали со вчерашнего вечера. Для купальщиков организовали палатки для переодевания и дежурства спасателей. Велся строгий подсчет погружающихся в воду. Сотрудники полиции также на месте. На данный момент прошло у нас 110 человек. А ночью сколько было? Ночью у нас было 410 человек. Ожидаем мы наплыв. Сегодня это к вечеру будет у нас. Все как проходит? Нету? Никаких эксцессов не было? Ничего? Нет, никаких эксцессов не было. Все меры предосторожности проводим. Окунались в этот день много детей. Кто-то с родителями вместе. А вот в семье Даниила Середы окунался только он. Как вы решили, ребенка окунуть? Ну, он сам. Уже второй год. А вы сами окунаетесь? Нет, холодно. Только один ребенок? Да. Мерзликий. Ну, а на всякий случай тут дежурили медики Центра медицины катастроф. Говорят, что ни разу за много лет ни с детьми, ни со взрослыми со стороны здоровья ничего не происходило. Они тоже ждут наплыва желающих окунуться к вечеру. До скольки будете дежурить? До 12 примерно. Ночи? Да. А как вы обедаете? Ну, так вот взяли с собой немножко. Сами не окунаетесь? Сам нет. А это уже Свято-Виденский кафедральный собор. Сегодня сюда, но уже только после праздничного богослужения, освящения купели, люди шли совершить обряд погружения в воду. Это троекратное окунание. Людей было много. Среди них глубоко воцерковленные, а также простые миряне, хранящие Бога в душе. Но мне кажется, когда мороз посильнее, вода не такая холодная кажется. Поэтому, когда мороз сильный, искупался и хорошо. А когда чуть-чуть тепло, около нуля, попрохладнее. Здесь тоже было все организовано на высоком уровне. Отдельные купери для мужчин и женщин теплой раздевалки. Мы только собираемся, это первый наш раз. И у дочки у меня. Карагандинцам здоровья. Не бойтесь. Веруйте. Ходите. Пробуйте. После погружения можно было еще и попить бесплатно горячий чай с печеньем и конфетами. Все были преисполнены атмосферой праздника. Друг друга поздравляли. Традиционно карагандинцы набирали воду, которая считается святой и исцеляет от хворей душевных и телесных. Господь совершил крещение ради того, чтобы осветить эти воды. И в эти освященные воды, чтобы мы могли входить и принимать благодать Духа Святаго. Желаю всем, кто желает в этот день прикоснуться и к освященной воде, окропиться ею, погрузиться в нее, чтобы Господь дал нам духовные силы именно воспользоваться этим, чтобы мы смогли именно начать духовную жизнь святости и благочестия. Всех вас поздравляю с праздником Крещения Господня. Ирина Вобещевич, Миржан Жумамуратов, Данил Заславский, 5 канал.